Здравствуйте! Это программа «Территория права». Многим парам, особенно в период пылка и влюбленности, кажется, что заключение брачного договора – это нечто прозаическое, принижающее их чувства и, следовательно, приближающее развод. Однако, на самом деле, этот документ даже укрепляет чувства, ведь нередко именно имущественные споры становятся камнем преткновения для супругов, а если все определено заранее, то и ссориться незачем. Собственно, боязнь термина «брачный договор» – это один из его немногочисленных минусов. Второй – ну, конечно, он не сможет удержать супруга от неверности. Все остальное, скорее, плюсы. Вот давайте сегодня попробуем разобраться, что и как можно урегулировать с помощью брачного договора. Гость в студии – нотариус Красноярского района Самарской области Ольга Александровна Портнова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, и мы традиционно работаем в прямом эфире 202-11-22. Телефоны работают. Дозванивайтесь, пожалуйста, уважаемые телезрители. Ну и периодически будет появляться телефонный сайт Нотариальной палаты Самарской области. Также информативно, также вам в помощь. Ну а программа «Территория права» еще раз напоминаю, работает в прямом эфире. Дозванивайтесь. Ну и первый, наверное, вопрос. Ольга Александровна, как делится имущество без брачного договора на сегодня? Согласно Семейного кодекса, все имущество, которое приобретается с супругами в период брака, является их совместной собственностью. Соответственно, все, что приобретено на совместные денежные средства, любое движимое или недвижимое имущество, поступление, заработные платы, каких-то еще оплат, пенсии в том числе, отпускные и так далее, это все является совместно нажитым имуществом. Поэтому, если речь заходит о разделе, то за основу берется равенство долей. Раздел имущества может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения. По обоюдному согласию супругов или бывших супругов делится это имущество путем заключения соглашения, которое подлежит нотариальному удостоверению. Ну а если согласие между сторонами не достигнуто, то тогда в судебном порядке они могут определить раздел имущества, и суд уже будет рассматривать, может и отойти от равенства долей в зависимости от ситуации. А так, по общему правилу, по одной второй доле считается у каждого супруга в любом имуществе, которое приобретено в период брака. Вот хорошо, такой простой элементарный вопрос, когда супруги уже в браке и, к примеру, купили квартиру, и, к примеру, уже опять записали на жену. Вот в таком случае как будет делиться имущество после развода? Дело в том, что независимо от того, на кого из супругов оформлена и зарегистрирована недвижимость или тоже движимое имущество, имущество является совместно нажитым. Поэтому при разделе оно также подлежит разделу в равных долях, и супруг умеет право претендовать на половину доли от этого имущества. Спасибо. Я напоминаю, уважаемые телезрители, что мы работаем в прямом эфире, говорим мы сегодня о брачном договоре, но также в эфир нашей программы вы можете дозвониться и задать Ольге Александровне Портновой, нотариусу Красноярского района Самарской области, вопросы по завещанию, по наследству, по доверенности. Ну, в общем, все те вопросы, если бы вы напрямую обратились к нотариусу на консультацию, вы можете задать в нашей программе 202.11.22. Когда можно и нужно заключать брачный договор? Договор с брачным может быть заключен как до регистрации брака, так и после регистрации брака в любой период брачных отношений. То есть пока супруги в браке, в любой период они могут заключить этот брачный договор. Единственный момент, если супруги, вернее, будущие супруги решили заключить до регистрации брака договор, то он вступит в силу с момента регистрации брака. Соответственно, если супруги уже находятся в браке и заключают такой брачный договор, то он вступает в силу с момента его заключения. Разница момента. Но вот все равно, мне кажется, это такой очень индивидуальный документ. Но вот все же тенденция сейчас современного мира, современных брачующихся пар ведет к чему? Все-таки стараются заключать брачный договор? Но ведь наверняка есть какие-то цифры, подтверждающие статистики. Ну, я в цифрах, наверное, вряд ли вам скажу статистические какие-то. Но по практике, да, действительно, имеется тенденция, что все-таки граждане идут на такое нотариальное действие, заключают этот договор. Порой в силу, может быть, необходимости, связанной сейчас очень часто приобретается жилье в ипотеку с помощью кредитных средств. Иногда это требует как раз заключения брачного договора, то есть одни из условий оформления таких кредитов. В том числе просто по обоюдному согласию принимают решение, чтобы действительно в избежании в дальнейшем каких-то недоразумений граждане идут и оформляют такие документы. Вот просто по логическому развитию нашего с вами разговора хочу задать, хотя, конечно, понимаю, что вы не банковский работник, а нотариус. Тем не менее, в каких случаях банк может требовать от супруга в заключении брачного договора? Ну, вот, может, какие-то стандартные ситуации? Ну, к сожалению, я не могу комментировать условия банка, которые они выставляют и в связи с чем они выставляют эти условия, но исходя из того, что люди обращаются, именно ссылаясь на то, что это одно из условий банка заключения брачного договора, просто вот из практики знаем эту тенденцию. А почему? Ну, возможно, банки таким образом каким-то страхуются для того, чтобы в дальнейшем, если будут какие-то отрицательные моменты по кредиту, не уплачивать или, скажем так, несвоевременная оплата пойдет, то, возможно, как-то проще им решать эти вопросы, когда имущество оформлено на одного из супругов. То есть, конкретно уже чье это имущество, с этим супругом и решать вопросы. Спасибо. Следующий вопрос. Можно ли поделить имущество, купленное до брака, Ольга Александровна? Ну, купленное до брака, зачем выделить? Если, смотря, что поднимать под словом разделить в данной ситуации и какова вас интересует судьба этого имущества. Например, если это имущество приобретено до брака и оформлено на супруга, и он хочет, чтобы это имущество принадлежало его жене, то в данном случае речь идет не о разделе, а о сделке, которую можно оформить путем дарения. Договор дарения, да, оформляется, и это имущество переходит в собственность уже супруги. В данном случае брачным договором это не регулируется, поскольку это имущество его добрачное, и по дарению это будет также ее имущество. То есть это не поступит в совместную собственность, это будет раздельная собственность. Потому что договор дарения никаким образом нельзя отменить, взять назад и подарить имущество, вернее, забрать имущество, которое уже подарили. Да, в данном случае, также достигнув соглашения обе стороны, нельзя договор расторгнуть в одностороннем порядке, соответственно, если подарили и пришли к этому соглашению, то в дальнейшем уже изменить его можно, опять же, только обоюдно. То есть передарить можно обратно, если есть общая цель какая-то. Давайте перейдем уже непосредственно к оформлению брачного договора. Вот в какой форме должен быть заключен брачный договор? Брачный договор подлежит обязательно нотариальному удостоверению, то есть это письменная форма, и особенности это нотариально удостоверенный договор должен быть. Только в этом случае он имеет юридическую силу, и можно им, как говорится, оперировать в дальнейшем как документом, который подтверждает права того или иного супруга. Форма брачного договора стандартная ли, подходит ли она для всех супружеских пар, либо это проект, который заранее составляет нотариус, и потом уже стороны подписывают? Конечно же, любой договор это индивидуальный договор, и он составляется по результатам беседы с супругами, и исходя из того, что они хотят видеть в этом документе, какова цель их, и в отношении какого имущества они хотят его заключить. Конечно же, для каждой пары он свой. Ну вот я просто хочу пример привести. Если, допустим, завещание можно составить на приобретаемое в будущем имущество, то брачный договор, есть квартира, есть машина дачи, вот на него оформили. А на будущее приобретаемое имущество супругов можно заключить в брачный договор? Можно, можно, просто без указания, естественно, можно без указания конкретного имущества, если уже планируется конкретное имущество приобрести, можно его оговорить специально. Есть формулировки, которые общими формулировками обуславливают режим, например, раздельной собственности, предусмотреть, что все, что будет приобретаться в будущем на имя мужа, это будет его только раздельной собственностью, или на имя супруги только ее раздельной собственностью. То есть это не поступает имущество в совместную собственность. В этом случае в дальнейшем, приобретая какую-то недвижимость, например, муж на себя оформляет и регистрирует, естественно, жена может об этом не знать, поскольку ее несогласие не требуется, неприсутствие не требуется при таких сделках. И впоследствии при отчуждении такого имущества также согласие супруги уже не требуется, поскольку будет предъявлен брачный договор, подтверждающий, что в свое время при заключении его супруги пришли к соглашению, что это имущество будет раздельной собственностью, и, соответственно, согласие уже никакое не требуется. Потому что согласие у нас требуется при распоряжении имуществом, которое находится в совместной собственности, принимая во внимание, что независимо от того, что оформлено, например, на имя одного, но доля второго там все равно юридически она есть, присутствует. Да, поэтому при распоряжении, чтобы не нарушить права второй стороны, которая в документе не отражена, и спрашивается такое согласие, что позволяет обеспечить права и защитить законные интересы той стороны. Спасибо большое. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире программы «Территория права» 202.11.22. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы, уважаемые телезрители, как я уже анонсировала ранее, вы можете спрашивать и про завещание, и про дарение, и про брачный договор. Это тема сегодняшней нашей программы. И мы продолжаем, мы работаем в прямом эфире. Ольга Александровна, вот опять же пример с завещанием. Если завещание можно изменять, писать по нескольку раз, то можно ли эти процедуры проделывать с брачным договором? Ну, по обоюдному согласию любой договор, в том числе и брачный договор, его можно изменить, дополнить. Соответственно, если супруги пришли к соглашению, достигнуто обоюдное согласие по отношению, какого имущества они хотят изменить, или что-то поменять кардинально, или дополнить его, то это также можно сделать путем заключения дополнительного соглашения к брачному договору. А можете пример какой-то жизни привести? Ну, к примеру, заключили договор брачный в отношении конкретного объекта. Допустим, приобретаемая квартира, вот она будет в собственности, не в совместной, а в долевой, при этом доли могут быть неравными предусмотрены. И вот больше всего остальное имущество считается совместной собственностью. То есть как ранее приобретенной в период брака, так и после заключения настоящего договора, все, что будет приобретаться, будет являться совместной собственностью. Проходит какое-то время, и супруги приобретают еще какую-то недвижимость, и в данном случае хотят, чтобы эта недвижимость была раздельной собственностью только с жены. Учитывая, что в брачном договоре по условиям все последующее также поступает в совместную собственность, а они хотят изменить режим, вот в данном случае они могут прийти и составить дополнительное соглашение, что вот в отношении еще одной приобретаемой квартиры у них также устанавливается уже режим раздельной собственности. Ну, я так понимаю, что соглашений также может быть несколько, это лишь дополнение к основной части брачного договора, которое также подлежит удостоверению нотариуса. Обязательно так, как и основной договор, все дополнительные соглашения, они подлежат нотариальному удостоверению и, соответственно, по обоюдному согласию. Все, что потом заключается, он может либо дополнять, либо изменять какие-то пункты, уже имеющиеся в брачном договоре. То есть сегодня мы предусмотрели, что это раздельная собственность супругов, потом мы передумали и решили, что все-таки это в совместной будет у нас собственность, вот этот объект. Ну вот, кстати говоря, брачный договор также хранится в единой информационной системе, если, допустим, составили у одного нотариуса, так получилось по жизни, что у другого составили соглашение. Это все как-то регулируется? Ну, у нас сейчас единый реестр нотариальных действий существует, и все эти изменения, дополнения, они также фиксируются в этом реестре. И, соответственно, нотариус, когда при заключении брачного договора, при беседе с гражданами, в любом случае спрашивает у них, заключались ли они ранние договоры какие-то. Если они заключали, то, естественно, просят предъявить этот экземпляр брачного договора, чтобы от чего отталкиваться и к чему дополнительные соглашения составлять. То есть проверяется это также и по базе, то есть со слов граждан и по базе проверяется, заключались ли договоры брачные ранее или не заключались. В таком случае, где хранятся оригиналы, копии? Брачный договор, как любой договор, составляется в нескольких экземплярах по числу сторон, соответственно, супругу супруги, и один экземпляр хранится у нотариуса, который удостоверил брачный договор. Договор, естественно, он хранится постоянно, то есть если вдруг так случится, что утратили стороны этот договор, есть необходимость получения дубликата, они могут всегда обратиться к нотариусу, где они его удостоверяли, оформляли и получить дубликат этого договора. Скажите, пожалуйста, Ольга Александровна, можно ли составить брачный договор спустя 5, 10, 15 лет после брака? В любое время, в периоды брака можно составить брачный договор. Брачный договор нельзя составить только после расторжения брака. То есть если брак уже расторгнут, то вопрос уже по заключению брачного договора неактуален, его оформлять нельзя. Здесь уже может речь вестись только о соглашении о разделе совместно нажитого имущества. Это разные вещи? Это разные вещи, просто у них есть некоторые похожести, то есть соглашение о разделе имущества также можно заключить в период брака, но и по результатам расторжения брака его также можно оформить. В чем разница тогда соглашение, как будет делиться имущество после развода? И брачный договор, это тоже по сути ведь люди договариваются, как будет делиться? Ну вот момент, то есть брачный договор мы только в браке можем оформить, а соглашение о разделе имущества мы можем оформить и после брака, после расторжения. Да, соответственно принципиально вот этот момент, что после расторжения брака люди могут урегулировать свои вопросы, также добровольно, не обращаясь в суд, путем заключения соглашения. Какие условия могут быть включив брачный договор и какие нет? Ну а основные условия, которые супруги могут включить в брачный договор, это изменить установленный законом режим совместной собственности, установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на имущество, которое было приобретено в браке, как на все, так на отдельные его виды. Также брачные договоры могут урегулировать вопросы по взаимному содержанию супруги, по ведению расходов, понесению расходов, которые каждый из супругов определяет. Определить имущество, которое будет передано каждому из супругов после расторжения брака, то есть не только на период самих брачных отношений, но и после расторжения брака. Ну также какие-то могут иные положения включать, которые касаются имущественных отношений супругов. Я вот здесь хочу подчеркнуть имущественных, все-таки не личных отношений, не личных каких-то взаимоотношений, потому что самый, наверное, распространенный миф брачного договора, это если супруг или супруга уличены в неверности, сразу вступает в силу брачный договор, который отменяет все условия. Ну нет, не совсем так, да. То есть брачным договором нельзя установить, не знаю, условия верности одного по отношению к другому супруга или, ну, может быть, каких-то там обязанностей именно личного неимущественного характера. То есть только имущество? Да, только имущественный характер. Спасибо большое. Мы продолжаем разговор. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Это программа «Территория права 202.11.22». Телефоны в студии работают. Время у нас в программе еще есть. Дозванивайтесь, уважаемые телезрители. Мы говорим о брачном договоре, но принимаем звонки о наследстве, о завещании. Если они у вас есть к нотариусу, пожалуйста, к нам дозванивайтесь. Ольга Александровна, но все-таки есть ли запрещенные приемы в брачном договоре? Ну, брачным договором, как, в принципе, и любым договором, нельзя ограничить правоспособность, дееспособность сторон. Нельзя ограничить права на обращение в суд за защитой своих прав и интересов. Нельзя урегулировать вопросы в отношении детей к брачным договорам, потому что это совершенно другие уже отношения. Защитить интересы детей возможно в брачном договоре? Брачный договор решает вопросы только между супругами имущественного характера. Все, что касается воспитания детей, содержания детей, это уже другие документы, другие соглашения между супругами. То есть, либо, если они не договариваются, хотят оформить это каким-то образом. Есть алиментные соглашения по содержанию детей, да, есть соглашения, которые заключаются в отношении воспитания детей и участия в воспитании детей. То есть, это совершенно другая сфера. Брачным договором они не регулируются. Вот все-таки перед тем, как прийти к нотариусу и рассказать о своих желаниях, чаяниях по поводу брачного договора, нужно, конечно, наверное, с торгом договориться заранее дома и уже прийти, как говорится, с согласием, договоренностями, потому что у нотариуса-то не спорят, а соглашаются. Правильно? Да, у нотариуса не спорят, а соглашаются, можно так сказать. Ну, естественно, уже какая-то должна договоренность иметься между супругами. Бывает порой, что возникают какие-то вопросы, которые, получив ответы на которые, принимаются решения. Поэтому какие-то моменты могут быть не сразу урегулированы. И придя к нотариусу, задав эти вопросы, получив консультацию, получив какие-то ответы, которые могут либо повлиять на решение одного, либо другого из супругов, соответственно, исходя из вот этих всех моментов и складывается в результате документа брачный договор. За основу берется, конечно, что супруги уже договорились, основные моменты решили, урегулировали между собой, пришли к соглашению и пришли к нотариусу и высказали свои пожелания, что бы они хотели в результате заключения брачного договора. Я просто недаром задала вам этот вопрос. На первичной консультации у нотариуса, когда супруги приходят и говорят о том, что у них есть желание составить брачный договор, есть ли какой-то регламент по времени, 15 минут, полчаса или более, или это все настолько индивидуально, и вы с людьми общаетесь? Естественно, все индивидуально, регламента у нас никакого нету, будь то брачный договор, будь то любое другое нотариальное действие, естественно, любое действие, оно по-разному занимает по времени общение с гражданами, в зависимости от ситуации. И, конечно же, иногда бывает достаточно просто и легко понять желание и все это закрепить в документе. Иногда приходится послушать, объяснить, люди подумают, либо на месте, либо уйдут, потом придут с принятыми решениями. Естественно, у всех по-разному. Ну, а хорошо, а как у вас вообще это происходит? Я имею в виду, что люди заранее записываются к нотариусу, либо это все в порядке в живой очереди. Вот каким образом, чтобы и не сидеть долго и не ждать, и в то же время, да, потому что, конечно, все люди заняты и, как говорится, время деньги. Ну, во-первых, все нотариусы по-разному строят свою работу, и как бы практика у каждого своя, да, кто как уже принял решение для себя, кто-то работает по предварительной записи, у кого-то и живая очередь, и предварительная запись. Ну, как правило, скорее всего, на первичную беседу подходит обычно живой в очереди, а уже более детально, когда конкретно по заключению договора, уже, когда подготавливается проект договора, уже, возможно, будет назначено определенное время для приема. Ну, то есть, как, собственно, и для сделки, да, назначается определенный час, время, человек приходит и составляется уже документ. А, возможно, и кто-то работает и вообще по предварительной записи, и для прихода, для первичной консультации также может быть уже запись. Вот, кстати, по первичной консультации, скажите, пожалуйста, консультируют ли нотариуса, в том числе и по телефону. Вот, дозвонившись в интериальную палату, консультанты всегда проконсультируют, а если вот уже решили составить брачный договор, к примеру, у вас, то лучше позвонить или все-таки прийти, когда личный контакт, вот, я имею в виду специфику вот именно этого документа, как лучше все-таки сделать первоначально? Вот у всех по-разному. В зависимости от тех вопросов, какие задаются по телефону, на какие-то мы можем ответить, да, и не обязательно нам какие-то видеть документы, абсолютно общие какие-то вопросы, естественно, любую, мне кажется, в любой интериальной конторе ответят, если такой звонок раздастся. Вот, бывают ситуации, когда необходимо посмотреть документы, необходимо вникнуть и побеседовать с обеими сторонами, да, чтобы узнать волеизъявлений одной и второй, то есть это в любом случае обязательно, да. Просто общие есть вопросы, там, какие-то нюансы, когда можно прийти, да, что необходимо при себе иметь, как это будет выглядеть и сколько это будет стоить, там, подобное. То есть какие-то общие вопросы можно решить дистанционно, да, а более такие нюансы, да, которые будут требовать общения с обеими сторонами, просмотр документов, естественно, при приеме. Какие документы необходимо с собой принести и приготовить заранее при заключении брачного договора? И, как вы уже успели заметить, я так понимаю, что это вопрос не спорный, присутствие двух сторон при заключении брачного договора обязательно? Да, присутствие двух сторон обязательно, потому что договор двусторонний предусматривает, что у нас два супруга пришли к соглашению о своем имущественном положении. При заключении брачного договора, естественно, стороны должны быть с паспортами, с документами, удостоверяющими личность, да, и брачное свидетельство, свидетельство о заключении брака также обязательно должно быть предъявлено нотариусу. А дальше уже в зависимости от того, в отношении какого имущества заключается этот договор, то документы, подтверждающие права на это имущество, необходимо представить. Если это договор с общими формулировками, как мы уже сказали, допустим, все имущество, которое будет приобретаться в дальнейшем, то приобретается в раздельную собственность. На мужа оформлено, значит, это его, на жену зарегистрировано, значит, это ее. В этом случае никаких документов не надо, кроме свидетельства о заключении брака и документов удостоверяющих личность. Ольга Александровна, мы говорили с вами об изменении, вот о соглашениях как раз, да, правильно говорить, брачного договора. А вот если супруг или супруга не согласны на такое изменение, как быть в этом случае? Одна сторона настаивает, другая нет? Только в судебном порядке. То есть в рамках брака, брачного договора супруги подают в суд? Ну, они для чего подают? С чем они не согласны? То есть если они не согласны с имуществом, которое приобретено, например, на имя супруга, и ранее это было записано, что в брачном договоре это является только его собственность, да, а сейчас жена хочет изменить режим собственности и хочет тоже иметь отношение к этому, к этой недвижимости, например, предусмотреть, что это совместное собственность. А супруг против, естественно, это только по судебному порядку можно решить, изменить договор в этой части и изменить режим собственности этой недвижимости. То есть в одностороннем порядке ни один договор, в том числе брачный, изменен быть не может. Обязательно должно быть согласие двух. Вот как раз есть вопрос от телезрителей. Супруги при заключении брака оформили брачный договор. В нем указано, что купленная собственность является личной собственностью того супруга, на кого она оформлена. Потом супруги купили квартиру, где у каждого по одной-второй. Сейчас муж хочет подарить квартиру жене. Нужно будет оформить у нотариуса договор дарения доли или можно оформить дополнительное соглашение к брачному договору, ведь расходов при втором варианте будет меньше. Сколько стоит соглашение? Значит, если я правильно поняла, то квартира приобретена, и по условиям брачного договора она приобреталась в раздельную собственность, у каждого было по одной-второй доле. В этом случае действительно, если супруг хочет, чтобы вся квартира принадлежала жене, он может, один из вариантов, это подарить принадлежащую ему одну-вторую долю, и эта квартира будет полностью собственностью супруги, поскольку одна-вторая у нее, ей принадлежит по условиям брачного договора, а вторую дольку он ей подарит. Также это ее только личная собственность и не является совместной собственностью. Второй вариант по поводу заключения брачного договора, я полагаю, здесь тоже возможно, путем внесения дополнения изменений в ранее существующий брачный договор, которым было предусмотрено, что эта квартира является раздельной собственностью, в долевой, вернее, собственности, супруги, учитывая, что они могут изменить режим, и, например, предусмотреть режим раздельной собственности, что это будет только супруге принадлежать, полагаю, что можно заключить дополнительное соглашение в отношении вот этого имущества. Ну что же, время наше подошло к концу, Ольга Александровна, прям вот буквально в конце, подводя итог, несколько слов. Почему все-таки стоит заключать брачный договор? Ну, наверное, для того, чтобы избежать каких-либо в дальнейшем недоразумений, споров, лишних, возможно, скандалов, и при решении вопроса, что кому достанется, если вдруг в жизни случилась такая ситуация, что пришлось расторгать брак, вот брачный договор, он изначально определяет вашу имущественную ситуацию, ваши имущественные отношения и позволяет без скандалов, по-доброму, и уже, скажем так, зная, что будет в результате, определить у каждого, что будет, какое имущество. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Следите за анонсами программы «Территория права» выйдет через две недели. Спасибо за компетентный ответ и всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!